Детский сад Радуга Потом последовало акционирование предприятия И постепенно двухэтажное здание с участком земли По документам превратилось в обычный имущественный комплекс Завод Орион тщательно скрывает вообще существование садика Интересная ситуация, что заведующая садика принята на работу еще в конце 80-х годов И до сих пор находится на этой должности Должность заведующая садика салашен штатным расписанием Положение в детском садике подготовлено заведующей Не подписано Кущаком, то есть председателем управления этого завода Лицензии у садика нет Получается садик призрак Он как бы есть, все ходят в этот садик, оплачивают услуги А садика юридически не существует По мнению защитников детского сада Радуга Сделано это с одной целью Чтобы после приватизации Ориона Новому собственнику не пришлось сохранять социальный профиль заведения А превратить либо в удобный склад Или выгодно продать землю Поэтому теперь просит принять сад в коммунальную собственность Город не против Детский сад на Картамышевской район, где у нас, к сожалению, недостаточно детских садов типовых А это все-таки семигрупповой детский сад, большой детский сад У нас там рядышком только три сада На Мясоедовской, Прохоровской Они, к сожалению, очень малокомплектны Количество детей большое, которые там проживают И наша позиция, что мы как бы открыты для того, чтобы этот детский сад был передан в коммунальную собственность города В настоящее время уже направлены ряд писем органов местного самоуправления В адрес фонда госимущества с просьбой внести в условия покупки акций Ориона Инвестиционное обязательство о сохранении социальной направленности здания детского сада С последующей передачей его в коммунальную собственность Но защитники сада пока не столь оптимистичны, как чиновники Аналогичные действия городской власти трехлетней давности ни к чему не привели Дмитрий Колцун, Алексей Пережилин, Седьмой канал